За сутки в зоне Атони один украинский военный не погиб, один был ранен. На Луганском направлении противник открывал огонь пять раз. В двух случаях использовал минометы. На Донецком участке было 18 обстрелов. Наиболее напряженная ситуация в районе Авдеевки. По позициям украинских войск в окрестностях города противник выпустил более 200 мин и снарядов. На Мариупольском направлении боевики 36 раз открывали огонь. В нескольких случаях применяли тяжелые вооружения. В этом году в Украине на разработку и закупку вооружения и техники выделят 9 миллиардов гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Глава государства напомнил, в прошлом году вооруженные силы получили около двух с половиной тысяч образцов нового, модернизированного и отремонтированного вооружения. Президент сказал, нужно оснастить армию современными оружием и техникой. И добавил, в 2017 в рамках совместных многонациональных учений украинские военные отработают совместимость с подразделениями стран-участниц НАТО. Верховная Рада одобрила участие Украины в программе Косми. Этот проект Евросоюза будет действовать до 2020 года. Его бюджет 2 миллиарда 300 миллионов евро. Программа направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Ее реализуют в рамках стратегии Европа-2020. Украина примет участие в таких составляющих проекта, как улучшение условий доступа малых и средних предприятий на рынке, регуляторных условий и функционирования, и формирование культуры ведения бизнеса. В Парижском Лувре открылась уникальная выставка «Вермеер и мастера жанровой живописи». Экспозиция включает 36 картин нидерландских художников 17 века. Из них 12 работ принадлежат кисти знаменитого живописца Яна Вермеера. «Увидеть в одном месте на нашей планете сразу 12 картин Вермеера – это большая редкость». Среди работ мастера – астроном, кружевница, женщина с жемчужным ожерельем. Как и у других голландских живописцев того времени, герои его картин – обычные люди. В каждом сюжете большое внимание уделено деталям. До сих пор считалось, что Вермеер мало общался с другими художниками и не выезжал из Делфта, где жил со своей семьёй. Однако куратор выставки считает, что живописец встречался с другими голландскими мастерами. Их творчество могло оказать влияние и на манеру его письма. «Творчество Вермеера укладывается в контекст творчества его современников. Это отблески работ Герарда Терборха, Герарда Дау, Франца Ван Мириса. Можно привести в пример и другие имена. Это объединение и непокорность маленьких гениев, которые представляли содержательные сцены из жизни». На выставке также представлены полотна Вермеера «Гитаристка», «Географ», «Молочница» и «Дама пишет письмо со своей горничной». «Возможно, нам следует упомянуть дублинскую картину «Дама пишет письмо» из-за её некой абстрактности. Эта работа даёт ощущение отрыва от манеры Вермеера. Полотно представляет женщину, которая пишет письмо, вероятно, любовное. Но всё вокруг лёгкое – и формы, и цвета». Выставка работ нидерландских живописцев в Лувре работает до 22 мая.